Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Третий день голосования на выборах президента. Какую явку демонстрирует Самарская область? В Самарской области на выборах президента работают международные эксперты и наблюдатели. Какое у них мнение об избирательном процессе в России? Работники жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Их поздравили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. В Самаре отмечают Масленицу, как проходят народные гуляния на площади Куйбышева. Человек света. В Самаре открылась выставка картин Василия Поленова, посвященная 180-летию со дня рождения известного живописца. Явка избирателей на выборах президента России превысила 70%. Для очного голосования в этом году на участки пришло больше граждан, чем в 2018. Следует из данных Центральной избирательной комиссии. В Самарской области, по данным на 18 часов 17 марта, явка избирателей составила 74,79%. Своё избирательное право реализовали 1 миллион 788 тысяч 751 человек. Сегодня в 21 час состоится прямой эфир, посвященный подведению итогов викторины «За родное, за свое». До 8 вечера каждый зарегистрированный и проживающий в Самарской области житель может стать участником этой викторины и получить шанс стать обладателем ценных призов. В подарочном фонде автомобиль «Лада Веста», 10 поездок на международную выставку «Россия» на ВДНХ, 20 туров по региону и 100 туристических наборов. Трансляцию итогов можно посмотреть на телеканале «Самара ГИС» в 9 часов вечера. Напомню, что 4 автомобиля уже вручили жителям Самарской области. Об одной из обладательниц приза расскажет Светлана Кудрявцева. Лала Исмаил Кызы пока еще не верит своему счастью и осторожно осматривает новый автомобиль. «Ладу Весту» жительница Сызрани получила после того, как приняла участие в викторине «За родное, за свое». Счастливая обладательница нового автомобиля. Не верили в чудо, но оно случилось. Лала рассказала, что ответила на вопросы викторины о Самарской области. Здесь она живет более 30 лет, работает помощником воспитателя в детском саду. Очень любит детей. Сама воспитала двух сыновей, которыми гордится. Одному из них, возможно, и подарит автомобиль. «Сыну мне мечтала, мечтала Весту, Весту. Каждый день говорили брату, надо Весту купить. Вот мы выиграли. Мы всей семьей очень рады. Выиграли машину». Впрочем, Лала и сама не против сдать экзамены на права, поскольку давно мечтала водить машину. «Очень благодарна, кто организовал эту викторину. Спасибо всем большое». Также счастливыми обладателями автомобилей стали Антонина Ивановна из Самары и житель поселка Смышляевка Вячеслав. Многие жители региона после участия в викторине за родное за свое стали обладателями туристических наборов и путевок. Проверить результаты можно на сайте Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области, а забрать призы можно до 5 апреля. Также сотрудники Центра по обработке данных будут обзванивать всех победителей. Светлана Кудрявцева, События. Еще одна жительница Самарской области тоже получила приз после участия в викторине за родное за свое. Татьяне Безвербных вручили туристический набор. Своими впечатлениями она поделилась с нашей съемочной группой. Вы же голосовали на выборах приз? Конечно. Татьяна Безвербных, одна из победителей викторины за родное за свое, сегодня получила свой приз – туристический набор. Признается, больше всего рады термокружке. Татьяна ведет активный образ жизни и часто бывает на природе. Поэтому в новом туристическом сезоне подарок пригодится. Я очень рада этому подарку, этому вниманию, большому такому. И неожиданно причем. Я даже не ожидала и не думала, что вот именно может быть такое. Мне вот уже, как говорится, приличный лет, но я никогда не пропускаю голосование. Это долг каждого гражданина, это долг Родину свою защищать надо. И как мы будем жить, это все зависит от того, как мы проголосуем. Напомним, участие в викторине мог принять любой совершеннолетний гражданин, зарегистрированный и проживающий в Самарской области. Викторина проводилась на избирательных участках. В Куйбышевском районе таких 39. Я очень рад, что конкретно приз получил житель нашего района. И мне особенно нравится этот процесс вручения. Сегодня особенно приятно в такой атмосфере этот приз вручать. Потому что нас так радушно приняла Татьяна Георгиевна. И ей эти призы очень-очень важны. В нашем районе, в Куйбышевском, на голосование люди идут особенно активно. Я могу это сказать и как муниципальный служащий, и как человек. Конечно, важно. И особенно горжусь тем, что с 18-летия не пропустил ни одни выборы. Оставшиеся победители викторины также определяются случайным образом с помощью цифрового барабана. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. В Самарской области на выборах президента России продолжают работать международные эксперты и наблюдатели. В составе делегации представители Алжира, Боснии и Герцеговины, Венесуэлы, Парагвая, США и Болгарии. Как они оценивают ход голосования, узнали наши корреспонденты. В Самарской области продолжают работать международные эксперты и наблюдатели, которые следят за законностью избирательного процесса. Они осмотрели не только участки в областной столице, но также побывали в Тольятти и в Жигулевске. Здесь это мой седьмой выбор, чтобы наблюдать. И я не видел нарушений здесь никаких. Несколько раз было, может быть, проблема доступа для инвалидов или что-то так. Но ничего очень важного, такие нарушения. И что здесь, мне очень нравится система, очень организована. И каждый избирательный участок похож на следующий. Мы сегодня также увидели высочайший профессионализм всех сотрудников, всех членов общественных избирательных комиссий. Мы видим их приверженность тому, что они делают. Мы видим их четкое, неукоснительное исследование процедур. Отдельно мне хотелось бы отметить такую же приверженность со стороны избирателей. Отдельно эксперты отметили, что в Самаре очень активная молодежь, которая стремится повлиять на будущее страны. У меня есть опыт работы в секторе образования, поэтому с этой точки зрения я хочу подчеркнуть огромный профессионализм избирательных комиссий, а также то, что не только людям в возрасте прививается к культуре выборов, но также прививается общее такое настроение и участие в социальной сфере общества. Например, очень важно для молодежи участвовать в общественных проектах. И я вижу молодежь, которая приходит, интересуется жизнью страны. Также международные эксперты поделились впечатлениями от общения с жителями. Я чувствовала себя дома, хотя я не была в России, и это мой первый раз я в России, так не оказалась дома. Значит, музыка, которая была с моего детства, это любимая музыка моей семьи, она звучала почти на каждом пункте выбирательном. Что вам сказать? Я так почувствовала себя, ну и как родную, потому что мне так принимали все, которые понимали, что я с Болгарией. Вы знаете, мы проходим такие времен, и как-то-никак-то все отражается людьми. А здесь нет. Так как я отношусь к вам, ваши люди относятся ко мне. Это прекрасно. Отметим, что для наблюдения за выборами президента в Россию прибыли более 200 зарубежных экспертов. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. Также за избирательным процессом на каждом участке следят наблюдатели от общественной палаты и политических партий. Об их работе расскажем в следующем сюжете. Лидия Карандина следит за порядком на участке номер 2916. Работать общественным наблюдателем для нее не в новинку. Это уже третьи выборы. В обязанностях ничего сложного нет. Главное – это доброжелательно относиться к избирателям и оперативно информировать о нарушениях, если они случаются. Но пока их на участке не было. Люди приходят, вот они заходят, они сразу не знают, какой участок, чего. Мы показываем, рассказываем, если к нам подходит, мы все объясняем. Участок мой, мои жители. В общем, в основном все знаем друг друга, и поэтому легко работать. Антон Жеребцов выборы не пропускает. Признается, члены его семьи даже соревнуются. Правила игры простые. Кто первый пришел на участок, тот и победил. В этом году его опередила мама. Если тебе интересна судьба нашей страны, если ты заинтересован в том, какая она будет, в том, чтобы она была сильной, крепкой, светлой, доброй, дружелюбной, обязательно нужно прийти и обязательно нужно проголосовать и сделать свой выбор. Обучение кандидатов-наблюдателей курировал региональный общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами президента России. За соблюдением избирательных прав граждан, ходом голосования и подсчета голосов в Самарской области следят 6 тысяч человек. Наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Они привыкли всегда все делать вместе. В Куйбышевском районе Самары семья Лебедевых-Шкатовых пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать за будущее страны. Родители, Ольга и Павел, воспитывают пять приемных детей. Подробности расскажет Ксения Баканова. Павел и Ольга – счастливые родители. Вместе они воспитывают пятерых приемных детей. Сегодня семья пришла выбирать будущего президента страны. Взрослые – поставить галочку в бюллетень. А ребята – просто поддержать. Они интересовались. Как бы, мама, за кого мы будем голосовать? Естественно, естественно. Все дружно, дружно. Утром встали, позавтракали и решили приехать проголосовать. Сегодня одно из важных мероприятий – это то, что проголосовать за будущее России, за наше будущее, за будущее семьи. Мы каждый выбор посещаем обязательно. По словам родителей, важно с детства приобщать молодежь к участию в политической жизни страны. Президент отвечает за дальнейшее будущее, за развитие страны. Все-таки народ-то сам, сами знаете, не справится с этим. А нужен человек, который опытный, который будет решать многие проблемы, задачи. На этом дела семьи не заканчиваются. Вечером они сядут за стол, чтобы отметить день рождения мамы. Весело, дружно, а главное – вместе. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Далее, коротко о других темах. В Госдуме анонсировали закон о наказании до 8 лет за попытку сорвать выборы. Первый зампредседатель Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает необходимым ужесточить наказание для тех, кто пытается помешать голосованию путем поджога или действует в интересах иностранного государства. Документ подготовят и внесут на рассмотрение в ближайшие дни. Минфин разработал законопроект о продлении субсидий на погашение ипотеки для многодетных семей до конца 2030 года. Размер выплаты составляет 450 тысяч рублей. Согласно условиям документа, при рождении ребенка до 31 декабря 2030 года, обратиться за получением льгота можно будет до 1 июля 1931 года, уточнили в Министерстве. По информации ведомства, с начала работы программы уже почти 665 тысяч семей воспользовались мерой господдержки. Иран впервые поставит в Россию партию куриных яиц. Отправка произойдет в ближайшие 20 дней. Куриные яйца в России за прошлый год заметно подорожали. В 2024-м цены на них стали снижаться. При этом в Россельхознадзоре ранее сообщили, что с конца 2023 года по 3 марта этого года в страну ввезли 28,5 миллионов яиц из Азербайджана и Турции. Более двух лет не были в отпусках 7% работающих россиян. Еще 9% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. Мужчины правом на отпуск пользуются реже. Последний раз отдыхали более двух лет назад 9% мужчин и 4% женщин. Ни разу не уходили в отпуска 12 и 4% соответственно. У 88% россиян уход в отпуск не вызывает моральных терзаний перед руководством, коллегами и клиентами. Переживаниями по поводу ухода в отпуск чаще делились руководящие работники, инженеры, врачи, медицинские сестры, бухгалтеры, а также квалифицированные рабочие. Турпоток россиян в Таиланд за сезон вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик пришелся на январь. Тогда страну посетили почти 220 тысяч российских туристов. Такие данные озвучила Ассоциация туроператоров. По итогам февраля Россия вошла в тройку стран, чьих туристов больше всего в Таиланде, уступив лишь Китаю и Малайзии. На Масленицу веселись, да блинком угостись. Самарцы сегодня провожали зиму на площади Куйбышева. Организаторы праздника приготовили развлечения на любой вкус и для всех возрастов. Бои подушками, перетягивание каната, лабиринты с сеной и, конечно же, угощение. Там же прошел конкурс «Самарская маслена». В празднике приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. С места событий наш репортаж. На площади Куйбышева сегодня блину негде упасть. Вся Самара собралась на масленичное гуляние под куполом, которое гостеприимно раскинуло девятиметровое маслено. Напротив мультимедийный комплекс, который транслирует выступления самарских коллективов. Гости праздника активно участвуют в традиционных русских забавах. Бьются на подушках, перетягивают канат, поднимают гири, пытаются залезть на гладкий деревянный столб за призами. Я всем говорю, лучше вами держись, весь секрет в ушах. Кто ушами держится, тот залазит. Юрий и его брат впервые попробовали покорить столб и сразу удача. Мужчины выиграли электрический чайник и туристический спальный мешок. Хитрость держаться и ползти. Ну, своеобразная техника. Не просто руками ползти, а работать и ногами вместе, короче. В момент перехватиться. Если бы не разделся, не заползли. Рядом раскинулся город мастеров. Самарские ремесленники представляют свою продукцию, одежду и украшения, предметы для быта. Ольга Долбина с мужем Ростиславом изготавливают глиняную посуду и украшения. Творчеством они занимаются уже девятый год. Керамика – это сложный промысел. Один из самых древних и самых сложных. Поэтому просто так на коленке это не сделаешь. Следим за императорским фарфорным заводом моим. Восторгаемся и стараемся дорасти, дорасти. И стоять на одном месте неинтересно. Особой популярностью у юных самарцев пользуется анимационная площадка «Деревенька» – лабиринты фигуры домашних животных из сена. После праздника его отправят в зоопарк, где будут использовать в качестве корма и подстилки для животных. На территории усадьбы Деда Мороза работает выставка «Самарская маслена». На конкурс представлено почти 180 работ. Это куклы масленой, сделанные самарцами. Жюри конкурса выберет победителей, которые получат призы. Глава «Самары» Елена Лапушкина посетила площадь Куйбышева и поздравила горожан с праздником. Супер, классно, сегодня очень хорошая погода и прям праздничное настроение. Да, круто, молодцы. Очень хорошо все организовали, да. У нас настроение супер, мы очень рады быть здесь на Масленице. Участников народных гуляний угощают блинами и горячим чаем. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Масленичные гуляния в это воскресенье прошли в разных районах города. Как провожали зиму в 24-й школе, увидела съемочная группа событий. Ученики 24-й школы шумно и весело отметили Масленицу. Традиционно проводы зимы здесь устраивают на свежем воздухе. Старшеклассники готовят конкурсы для учеников начальных классов. Учителя поддерживают инициативу ребят. Они прямо у нас наряжались, разукрашивались и с радостью ребята откликнулись на это мероприятие. Дети активные, инициативные, хорошие дети. И хотя весна еще не вступила в свои права, на праздники никто не замерз. Школьники перетягивали канат, водили хоровод, бегали, рисовали, а закончилось все традиционно – горячим чаем и блинами. Ты с бабулей блины печешь. Я тебе это замешала. Вкусные блины получились. Мы с ней вместе пекли блины. Она месила тесто. Ей очень нравится добавлять все ингредиенты. Жалила, конечно, я, но все вместе мы с ней делали. Мы любим каждый год на Масленицу ездить на городские празднования. В этом году мы собираемся в парк Дружбы народов. Там будет праздник. Обычно на площадку Ибышева ездили, но решили вот в этом году сменить традицию чуть-чуть. Но всегда это какие-то городские гуляния. Проводы зимы сегодня подходят к концу, поэтому жители города веселятся и гуляют с особой радостью. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. Сегодня, 17 марта, православные верующие отмечают прощенное воскресенье. В народном календаре оно совпадает с завершением Масленицы. В последний день перед Великим постом принято просить друг у друга прощения и ходить в гости на блины. В этот день в храмах проходят торжественные литургии, во время которой читают отрывки из Евангелия от Матфея о важности прощения. Отсюда и возникло название праздника. Согласно православной традиции, к Великому посту следует приступать с легким сердцем и чистой душой. Ведь это не просто период воздержания от определенного вида пищи, а серьезный духовный подвиг. Поэтому перед его совершением важно освободиться от грузонакупленных обид и раскаяться в собственных ошибках. Сегодня в России отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Праздник ежегодно проходит в 3 воскресенье марта. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что результаты труда работников ЖКХ имеют важнейшее значение для обеспечения благополучной, безопасной жизни людей и заметно влияют на социальное самочувствие граждан, уровень их доверия к органам государственной и муниципальной власти. С 2019 года на территории Самарской области построено и реконструировано 10 объектов водоснабжения, введены в эксплуатацию 8 очистных сооружений. Совершенствуется система обращения с твердыми коммунальными отходами. Ведется активная работа по возведению новых и обновлению существующих сетей. За последние пять лет построено почти 800 километров газораспределительных сетей, что позволило поднять уровень газификации региона до 94,4%. Проложено и отремонтировано около 3,5 тысяч километров электросетей, сотни километров сетей водоснабжения и водоотведения. Глава региона поблагодарил сотрудников коммунальной сферы за ответственное отношение к делу, умение мобилизоваться в самых непростых ситуациях и настойчиво добиваться поставленных целей. Отдельная благодарность ветеранам бытового обслуживания населения, без которых не было бы сегодняшних достижений. Действующих сотрудников и ветеранов отрасли поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Она отметила, что за каждым успехом, за каждым цветущим парком, за каждым аккуратным двором и домом, в котором уютно, тепло и светло, стоит труд многих людей, которые выбрали благородную и почетную работу, создавать комфортную жизнь для окружающих. Елена Лапушкина пожелала работникам жилищно-коммунальной сферы крепкого здоровья, энергии и оптимизма, уверенно и успешно справляться с задачами и гордиться результатами своей работы. Свои пожелания работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства высказали и жители Самары. Здоровья, счастья. Ну и чтобы, когда мы обращались, пожелания наши выполняли, чтобы наши мечты сбывались, и у них все получалось. За их нелегкий труд, конечно же, да, здоровья им, всех благ, всего хорошего. Трудовых успехов, как говорится, всех благ, да. Какие-то положительные сдвиги, вот, заметность. Лучше стали, как бы, дороги, тротуары начали делать, где раньше их не было, сейчас они там появились. Мне кажется, даже чище воздух, что ли, стал в городе Самара. Изменился город на протяжении его 10 лет, он менялся и меняется, мне кажется, и будет до сих пор меняться. Здоровье, благополучие их семьям, ну и чтобы, конечно, стимул был какой-то для работы. Здоровье самое главное, ну и нас не забывать, жителей, чтобы все было хорошо. Терпение, что вот такие, как мы, вот жалуемся, жалуемся, они вот терпели, ну и делали. Ну, с юмором относились к нам тоже, к жалобам. Что я вообще пожелаю? Ну, здоровье, да, здоровье. Это тяжелый труд, конечно же, как ни крути, это снег чистить, убирать, все это, люки вскрывать. Всем здоровья, всем радости, веселья. Человек света. Под таким названием открылась в Самаре выставка картин известного русского художника Василия Поленова. В организации выставки приняли участие 12 музеев из разных регионов России. В экспозиции представлено 76 произведений. На выставке побывала наша съемочная группа. Человек света. Так говорила великом живописце Василия Поленове ученый-физиолог Павел Спира. Такое название получила и выставка, посвященная 180-летию со дня рождения художника. Она открылась в Самарском художественном музее. В экспозиции 76 произведений. Пейзажи, этюды, картины с библейскими мотивами. Среди полотен есть и те, что впервые покинули стены родных музеев. Это подвиг, подвиг нашего коллектива, подвиг музейщиков, подвиг и нашего Министерства культуры, которое поддержало нас и серьезно поддержало. И я не сомневаюсь, что эта выставка будет постоянно встречать гостей. В организации выставки приняли участие 12 музеев России. Например, музей-заповедник Поленова, который располагается в Тульской области, предоставил для Самары картины вместе с рукописями живописца. На открытие выставки приехала директор музея Наталья Поленова, правнучка художника. Юбилейный Поленовский год с его 180-летия открывается этим замечательным мероприятием в замечательном, чудесном волжском городе Самаре. Ну, как-то вот так получилось, что Поленов жил на Айке, а как-то вот жизнь наша связана так ли иначе с Волгой. Для Самарской выставки картины привезли также из Музея изобразительных искусств Пушкина и Третьяковской галереи. Одним из главных экспонатов стало масштабное полотно с библейским сюжетом «Христос и грешница», доставленное из Третьяковки. Это действительно очень уникальное событие, не только для Самарской области, но, я так думаю, для России в целом, потому что действительно сегодня здесь, в Самаре, собрались 12 регионов. Выставка «Человек света» будет работать в Самарском художественном музее до 30 июня. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самарской области продолжается голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2025 году по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В рейтинговом голосовании принимают участие 20 общественных территорий Самары, скверы, парки, площадки в разных районах города. Оставить свой голос могут граждане старше 14 лет. Выбрать можно только один объект. Голосование продлится до 30 апреля. Национальный календарь включает 12 профилактических прививок против инфекции. Это вирусный гепатит B, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паратит, гемофильная инфекция, пневмококовая инфекция и грипп. Вакцинация от COVID-19 и ряда других инфекций входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, информирует телеграм-канал Куйбышевского района. Прививки помогают снизить риск инфекции у детей и взрослых. А если человек все же заболел, то иммунитет после прививки поможет перенести заболевание в более легкой форме, а также предотвратить развитие опасных для жизни осложнений. Телеграм-канал Красноглинского района приглашает жителей пройти диспансеризацию. Основная цель обследования – своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуг. Субтитры создавал DimaTorzok